Успеть до закрытия, до окончания навигации на реке Печора остается меньше недели. Печора вот путь готовится к снятию навигационного оборудования. Заболел, останься дома и вызови врача. В регионе по-прежнему отмечается превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ среди населения. Высшее образование в приоритете у абитуриентов из Ненецкого округа. Это подтверждает мониторинг самоопределения окружных выпускников, окончивших школу в текущем году. О том, какие вузы популярны среди местной молодежи и какие специальности наиболее востребованы, расскажем в материале выпуска. Альтернатива дровам и углю. Жители окружных сел отапливают свои дома специальными брикетами. Удобные в эксплуатации и энергоэффективные кирпичики из древесной пыли облегчают россиянам быт. Меньше месяца остается до начала призывной кампании. В Ненецком округе она стартует 1 ноября. О том, куда новобранцы отправятся служить, узнаете из материала наших коллег. Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирины Нижалова. Здравствуйте. В четверг в республике Коми приступят к снятию навигационного оборудования. Работу предстоит выполнить в течение недели. По информации администрации Печора, вот путь. Первым участком Печора, где будет закрыта навигация, станет Вуктыл-Щугар. В воскресенье, 14 октября, оборудование будет снято на участке Щугар-Печора. 15 октября – Усть-Усан-Ринмар и 16 октября – Печора-Усть-Уса. Как пояснили в учреждении, после снятия навигационного оборудования движение судов по реке будет запрещено. Таким образом, на участке Усть-Усан-Ринмар, которым пользуются жители региона, навигация будет завершена 15 октября. Судоходство на Печоре будет запрещено. Безопасность гражданам и перевозчикам никто не гарантирует. Добавлю, что в прошлом году, по информации учреждения, навигация на Печоре была закрыта 18 октября. Одним из направлений деятельности администрации Печора, вот путь, является обеспечение условий плавания судов. Учреждение обслуживает средства навигационного оборудования и безопасность на реках Печорского бассейна. Содержанием дороги от поселка Харьягинский до границы округа в зимний период займется Усинское ДРСУ. Финансирование работ будет осуществляться из окружного бюджета в рамках региональной государственной программы по развитию транспортной системы. Стоимость контракта составила порядка 6,5 миллионов рублей. Согласно технической документации, очистка дороги от снега и снежных валов запланирована автогрейдерами и плужными снегоочистителями на базе автомобиля. Также подрядчику предстоит установить указательные вехи и своевременно очищать дорожные знаки. Отмечу, что устройством и содержанием основного зимника от Лаевожской дороги до поселка Харьягинский займется Наринмар-Доримстрой. По условиям заключенного в 2016 году контракта предприятие закрепляет за собой право обустройство сезонной автодороги сразу на три года. С 2016 по 2018. Наличие такого трехлетнего контракта позволяет подрядчику приступить к работам сразу после открытия движения транспорта по тундре, как только в регионе образуется устойчивый снежный покров. Заболеваемость населения острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась по округу на 20% и на 24% по городу. Как сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора ПАНАУ, за минувшую неделю в регионе зарегистрировано 663 случая ОРВИ. В то же время отмечается превышение эпидемических порогов заболеваемости среди населения в целом по округу почти на 15% и по городу более чем на 2,5%. По округу показатель заболеваемости населения ОРВИ превышает недельное пороговое значение за счет заболеваемости детей в возрасте от 7 до 14 лет и взрослых. В целях снижения риска заболевания респираторными вирусными инфекциями Управление Роспотребнадзора ПАНАУ призывает граждан при первых признаках недомогания, сопровождающихся головной болью, повышением температуры, першения в горле и других симптомах оставаться дома и вызвать врача. Самолечение в данном случае недопустимо. Домашние при контакте с больным должны пользоваться защитной медицинской маской, чаще мыть руки с мылом, промывать полость носа. Необходимо соблюдать гигиену жилища, регулярно проветривать комнаты, производить влажную уборку, увлажнять воздух помещения. Соблюдение этих важных мер неспецифической профилактики позволит снизить риск заболевания ОРВИ и гриппом. До 31 декабря осуществляется прием ХДТАС для представления граждан государственным наградам региона. К ним относятся медаль за особые заслуги перед Ненецким округом, медаль «Родительская слава Ненецкого округа», почетная грамота Ненецкого округа, а также почетное звание почетных гражданин НАУ. Медаль за особые заслуги, как и звание почетных гражданин НАУ, присваивается только одному жителю региона раз в год. Всего вышеупомянутой медалью на данный момент награждены 14 человек, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие округа. Такое же количество жителей НАУ удостоенное звание почетный гражданин Ненецкого округа. Почетная грамота НАУ ежегодно вручается 20 жителям региона. На сегодня ею награждены 200 человек. Что касается медали «Родительская слава НАУ», то каких-либо ограничений по количеству наград не предусматривается. В настоящий момент ее получили свыше 70 семей. Представление к награждению кандидатов рассматривается на комиссии по наградам при губернаторе округа, а само решение принимается окружным собранием депутатов согласно региональному законодательству. В регионе подвели итоги мониторинга самоопределения окружных выпускников, окончивших школу в текущем году. Согласно данным статистики, 89% от общего числа выпускников 11 классов поступили в вузы и организации среднего профессионального образования. При этом в высшие учебные заведения страны поступили 139 человек. Это порядка 56% от общего числа 11-классников минувшего учебного года. Наибольшее количество выпускников отправилось в Архангельск, Санкт-Петербург, Киров, Москву и Нижний Новгород. Самыми популярными среди абитуриентов стали САФУ, СГМО и Вятский государственный университет. В числе профессий, которые выбирают выпускники наряду с традиционно популярными лечебным делом, экономикой и юриспруденцией, в этом году значатся такие специальности, как экономическая и информационная безопасность, прикладная информатика и экономика, электроэнергетика и электротехника, механика. По одному человеку поступили на такие редкие направления, как международная журналистика, судебная экспертиза, зарубежное регионоведение, управление воздушными судами. Среднее профессиональное образование в Наринмаре и других городах России получает порядка 32% выпускников. Еще семь обладателей аттестатов о среднем общем образовании планируют пополнить ряды российской армии. 14 уже отправились работать, еще семеро пока не выбрали свой профессиональный путь. Студенты-первокурсники учреждения среднего профобразования напишут проверочные работы по четырем дисциплинам, в их числе математика, русские иностранные языки, история. Каждый обучающийся будет писать работу только по одному из предметов. Исследование знаний студентов стартует 11 октября. Качество обучения по общеобразовательному блоку в учреждениях среднего профобразования Роспотребнадзор впервые проводят в 2018 году совместно с Московским центром непрерывного математического образования. В Ненецком округе участниками исследования станут первокурсники Ненецкого аграрно-экономического техникума имени Волкова, которые обучаются по специальности «Право и организация социального обеспечения» и закончили в 2018 году девятые классы. Всего исследования пройдут 24 студента из Ненецкого округа. По семь первокурсников будут писать проверочные по русскому языку и математике, по пять – историю и английский язык. Исследование проводится анонимно для определения уровня знаний, полученных ребятами в школе, в целях развития единого образовательного пространства в Российской Федерации и совершенствования системы оценки качества образования. Порядка 400 охотников Ненецкого округа получили разрешение на добычу биоресурсов через портал Госуслуг. На сегодняшний день охотникам региона выдано 971 разрешение на осенне-зимнюю охоту, 40% из которых оформлены по заявлению, поступившему через региональный портал. Увеличение числа получателей разрешений на охоту через Госуслуги связано с консультационной работой, которую Департамент природных ресурсов и экологии АПК начал в прошлом году. В ведомстве организовано дополнительное рабочее место, где можно произвести оплату государственной пошлины и подать заявление на выдачу разрешения на охоту онлайн. На сегодняшний день охотникам выдано порядка тысячи разрешений на охоту на осенне-зимний период. Около 400 охотников получили госуслугу в электронном виде. Возможность получить услугу в электронном виде можно как дома, так и непосредственно в департаменте. Для этого у нас организовано рабочее место. Наши специалисты помогут заявителю заполнить форму в электронном виде, прямо непосредственно в департаменте. Удобно это тем, что люди могут получить скидку в размере 30% при выплате государственной пошлины. Напомню, в настоящее время в НАУ открыт осенне-зимний охотничий сезон. В период с 25 августа до 15 ноября разрешено добывать водоплавающую дичь. До 28 февраля следующего года будет открыт сезон добычи на глухаря, тетерево, рябчика, а до 20 апреля – белые куропатки. Что касается охоты на медведя, то данный сезон поделен на два этапа – с 1 августа до 30 ноября и с 20 апреля по 20 мая. Кроме того, с 1 октября открылась охота на песца, лося, андатру и водяную полевку, а с 15 октября будет разрешена добыча горностаев и куниц. Разрешение охотники могут получить на протяжении всего осенне-зимнего сезона. Госинспекция по ветеринарии Нинецкого округа подводит итоги сезонных лечебно-профилактических мероприятий в оленеводческих хозяйствах региона. В настоящий момент завершается обработка северных оленей против демогеноза, вызываемого личинками подкожного овода. Ветеринарное мероприятие выполнено на 90% и планируется к завершению в середине октября. Кроме того, в летний-осенний период текущего года порядка 30 тысяч северных оленей прошли процедуру лечения от копытки. Данный вид заболевания начинается у животных в июле и идет на спад только с наступлением холодов. Что касается вакцинации против сибирской язвы, то в этом году удалось выполнить план на 114%. Привито почти 139 тысяч голов оленей. На сегодняшний день на территории региона насчитывается свыше 200 тысяч голов северных оленей с учетом молодняка. Впереди хозяйство округа ожидает кампания по убою северных оленей на мясо. Традиционно первыми в конце октября начнет убой самое восточное окружное хозяйство СПК «Красный октябрь». Альтернатива дровам и углю. Жители деревни Андик для отопления домов используют новый твердый вид топлива, а брикеты для нужд населения Андика и других муниципальных образований закупает Севержелкомсервис. Всего жители Нижнепечорья купили у предприятия более 46 тонн брикетов из древесной пыли. Как сообщает прислужба районной администрации, по форме брикеты напоминают кирпич. По отзывам жителей, семи кирпичиков хватает на одну протопку печи. Многие берут их с собой на охоту и рыбалку. В этом году торги на поставку брикетов выиграла подмосковная фирма «Таркицомер». Она производит брикеты из древесной пыли и отходов производства. Сомнения части сельчан об опасности топливных брикетов развеял генеральный директор Севержелкомсервиса Сергей Калашников. Топливные брикеты для нас – это тоже эксперимент. Мы предлагаем их населению, как замену углю и дровам. Они подходят для твердотопленных котлов с системой топления. Это экологически чистый продукт и горит практически бездымно. Их идеально использовать для обогрева жилых помещений. Некоторые сельские жители боятся испортить печи брикетами, точнее клеем, которым скреплены мелкие частицы. Но могу заверить, что никакого клея в брикетах нет. Они прессуются под большим давлением, за счет чего и держат форму. В отличие от дров, брикеты прогорают гораздо медленнее. Главное правильно – хранить брикеты в сухом месте. Предприятием были собраны предварительные заявки от населения на поставку брикетов в навигацию текущего года. Доставили их в Андик и другие села и деревни Нижней Печорья. Большая партия брикетов – 124 тонны – доставляется по морю жителям населенных пунктов округа на побережье. Кроме того, создан запас брикетов на базе Севержелкомсервиса в Наринмаре. Как и другие виды твердого топлива для населения, тарифы на брикеты субсидируются из бюджета. По выработке тепла килограмм брикетов ценой 3 рубля 76 копеек сравним с двумя килограммами угля за 5 рублей, почти двумя килограммами дров за 2,5 рубля. Учитывается, все трудозатраты и финансовые вложения отапливать брикетами выгодно. Правительство России подготовило положительный отзыв на законопроект, который лишает отстрочки от армии многодетных отцов, переставших платить элементы. Как пишет российская газета, инициативу подготовил и направил в правительство для отзыва один из депутатов Госдумы. Сегодня молодые люди, имеющие двух и более детей, освобождаются от призыва. Отстрочка от армии для многодетных отцов имеет социальную направленность. Мужчина должен заботиться о детях, говорит член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. У солдат срочной службы такой возможности нет, поэтому государство дает возможность быть рядом с семьей мужчинам, имеющим двух и более детей. Если же человек, по сути, уклонился от своего родительского долга, то он теряет и моральное право на отсрочку. Однако, по его словам, инициатива требует доработки. Также Владимир Груздев обратил внимание, что в случае призыва отца на военную службу его дети до трех лет получат право на получение пособия. В правительственном отзыве также высказан ряд замечаний. Инициатива поддержана при условии доработки проекта еще до рассмотрения Госдумы и в первом чтении. Окружная молодежь пополнит ряды военнослужащих. Уже скоро в Наринмаре начнется призывная кампания. Причем, в отличие от остальных субъектов России, в нашем регионе она проводится только раз в год. О том, где будут служить местные новобранцы, вы узнаете из следующего сюжета. До начала призыва еще целый месяц, но в местном военкомате уже вовсю идет работа с будущими новобранцами. Призывников осматривают врачи и определяют категорию пригодности к военной службе. Всего их пять, а именно от медицинских показателей зависит, в какие войска попадут срочники. Впрочем, основные из них уже известны. В основном масса служить пойдет ребят на Северный флот, потому что Ненецкий округ относится к Северному флоту. Это в пределах 50 человек. Более 20 пойдут служить в Западный военный округ. Воздушно-космические силы пойдет около 20 человек. Ну и воздушно-десантные войска совсем немного, там около 5. Всего в этом году в Ненецком округе будет призвано более 300 ребят. Из них в армию отправится порядка 100. Все потому, что многие призывники получают образование, а некоторые и вовсе не пригодны для службы. Все они, как правило, имеют право на отсрочку. Основное нововведение призывной комиссии этого года – набор войска Национальной гвардии России. Кроме того, произошли изменения в призыве ограниченно годных граждан. Теперь молодой человек может повторно пройти медкомиссию и получить право на службу в армии. Кстати, по словам старшего врача военного комиссариата Светланы Бабий, в последнее время у новобранцев не только улучшается здоровье, но и растет желание пополнить ряды военнослужащих. В целом, состояние здоровья наших призывников по сравнению с предыдущими годами, так как есть опыт уже работы не первый год, конечно, лучше стал. Ребята занимаются физкультурой, занимаются своим здоровьем. Они обследуются, проходят вовремя обследования. И много ребят, которые по сравнению с предыдущими годами хотят идти в армию. И при том хотят идти в хорошие войска без ограничений. А для тех, у кого идеальное здоровье, комиссариат предлагает поступление в высшие военные учебные заведения Министерства обороны, где после пяти лет обучения и службы новобранцы смогут получить офицерские звания. Находятся на государственном полном обеспечении. Их, как правильно можно сказать, одевают, полностью выдают. Их полностью всегда кормят сытые, одетые в медицинское обслуживание. Также ребятам выдаются уже на первом курсе обучения денежное удовольствие. Призывная кампания в нашем регионе стартует 1 ноября. Отправить в армию сотню местных ребят должны будут до конца этого года. Это вся картина к этому часу. Новости можно увидеть на нашем сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.